Вообще, как я попала на канал «Оттонула»? Вообще, моя душа всегда в эту сторону смотрела, и мне всегда было интересно, как все это происходит. Конечно, у меня были периоды это были периоды, когда я не касалась съедения, но это были короткие периоды, а те люди, которые уходят в автономию, это, конечно, вошедники в высшей категории. Объясню, почему. Значит, в нашей традиции землян закрепилось то внимание, что кушать обязательно. Ну, якобы, вот все должны кушать, и пищеварительный тракт у нас постоянно должен работать. Но это неправда. Это абсолютная ложь, так у нас не было. Любые продукты, которые есть на планете, все травки, ягоды, грибы, овощи, все остальное, это исключительно для того, чтобы приобщиться к потенциалу, к энергии этого растения. То есть у нас существовало некое растение, которое ты касаешься, чувствуешь, например, в ракции, либо поглощаешь раз в сколько-то лет эту ягодку, и происходит волшебство на гормональном уровне, которое несет превращение человека. Почему? Потому что гормоны управляют всем и вся. И физиологией, эмоциональным состоянием, духовным состоянием и энергетикой. Потому что, чтобы превратиться из бабочки, точнее, из куколки в бабочку, нужен гормональный взрыв. Вот этот гормональный взрыв, он должен происходить именно тогда, когда человек долго находится в автономии. И условно, когда ему нужно преображение, он берет, например, какую-нибудь кровиночку, ее в рот кладет, и на фоне этого энергоинформационного воздействия он получает преображение. То есть, грубо говоря, вот эти все метаморфозы, которые у нас с едой происходили, они именно на фоне автономии. Поэтому то, что делаете вы, абсолютно правильно. Это раз. Ну, то есть, смотрите, у нас даже физиология изменилась, у нас никаких изгибов позвоночника не должно быть. То есть, позвоночник должен быть ровненький. Всякого рода лордозы, которые у нас присутствуют, они как раз появились в силу смещения органов. То есть, люди переедают, едят столько и невозможное количество для организма. Ну и, соответственно, из-за опущения органов у нас, ну, многие знают, что у нас идет соответствие органа и позвонка. Меняется форма. То есть, детей новорожденных и до года лордоза же никакого нет. Это связывает с тем, что, например, ребенок еще не ходит. Он только ползает, либо сидит, грубо говоря. Но это не так. То есть, еще до года связочный аппарат, на котором у нас держатся все органы, работает правильно. А потом, когда нагружают едой, все сразу начинает пол в веса. Ну и в старости многие отмечали, что идет метаморфозы тела, что идет видоизменение. И, конечно, в силу этого меняется внешность, меняется конфигурация тела. Ну, в общем, корпускулентность наблюдается. То есть, женщина и мужчина становятся тучными. Это именно из-за опущения органов, потому что бесконечно было изнашивание желудочно-кишечного тракта. То есть, вот тот момент, который есть в автономии, он правильный. Поэтому, конечно, я всей душой с вас, если у вас это все будет получаться, вы этот паровозик схватите нас в вагончиком и потянете вперед. То есть, мы за вами тихонечко по проторенной дороге. Так вот, вопрос такой, если мы не кушаем, нам нужно как-то утвердиться в этом состоянии. Вообще, почему люди съезжают с каких-либо практик? Нужно это понять. Почему так? Если физиология готова, то может, например, не быть готова психика или энергетика не готова. То есть, здесь вопрос безупречной подготовки как к шагу. Естественно, если мы готовимся, то мы получаем правильный результат. Так вот, что интересного в наших циклах временных и вообще в нашей биологии, что может помочь нам перейти на автономию полностью? Я эту информацию еще особо нигде не давала, но я думаю, что вам она будет интересна, поскольку у вас, я так поняла, из слов Олеси есть задача определенное время пробыть на автономии. Ну и кто-то получит подарочки своеобразные, кто-то там консультации, кто-то учебу, кто-то еще что-то. В общем, стимуляция идет. Это хорошо. То есть, эмоциональные аспекты он учтем. Это классно. Но как сделать так, чтобы вам было комфортно, грубо говоря, переходить на автономию, не отвлекаясь на физику, чтобы физика поддерживала этот процесс? У нас есть биоритмы. Мы, как часть природы, естественно, подчиняемся очень биоритмам. Конечно, то, что вы собрались там, это великое чудо. Я хоть как-то вам информационно, духовно, душевно передам ту искру, которая поможет вам двигаться вперед в плане автономии. Значит, смысл такой, да, что наши биоритмы, они совпадают с ритмами Вселенной. И вообще все биоритмы, которые есть во Вселенной, они вторятся в человеке. И если мы идем по пути правильного восприятия мироздания, то есть мы подключаемся к этому потоку, и на этих волнах идем, и нам хорошо. Это один вопрос. Если мы идем против волны, ну, соответственно, мы стоим либо на месте, либо очень слабо двигаемся. Последний вариант, он не очень-то интересен, потому что эта война, но впустую, она никому не принесет пользы. То есть это не преодоление, скорее, а дурак. Так вот, нам очень важно понять, что же за такая волна, на которую мы можем, грубо говоря, лечить, тихонечко плавать, и нас в течение вынесет правильный руль. Так вот, биоритмы все чаще всего строят на зените, на наивысшей точке солнцестояния и в сутках, и в годах. Почему так? Вот смотрите, я как профессиональный астролог, когда стала разбираться с этими вещами, мне стало интересно, как же наши предки, они поклонялись солнцу. А почему? То есть что это такое вообще для человека, и почему солнечные ритмы так важны? Ну, с точки зрения биологии, понятно, что солнце — это всё и ничего. Солнце может дать жизни, если оно создаёт тепло, уют, комфорт, и может её отобрать, если это будет сжигающее тепло, то есть оно испепелит всё и вся. Вот здесь, да, такой подход, скорее, на понимание биоритм. Понятное дело, что мы все в разных традициях, кто-то если верил, это дело наше, да, но есть неукосительные сведения и в биологии, и в химии, и в физиологии, и во всех других науках, которые указывают, что наивысшая точка солнцестояния в году, она очень важна. Это как пик активности биологической. Вот даже почему так, да? В странах, в которых очень много солнца, очень темпераментные люди. Ну, просто на основании того, что солнце влияет так на биологию, что возбудимость психики, она активнее проявляется. Там, где солнца нет, люди более меланколичные, спокойно по темпераменту и так далее. То есть в солнечный период в году у нас появляется возможность проявиться по максимуму на фоне нашего гормонального статуса. Что это значит? Это значит, что все биологические процессы обострелились именно к наивысшей точке солнцестояния в году, то есть на 21 июня. Вот у нас 21 июня сейчас никак не отмечается. У нас куча календарей, у нас и в марте, и в мае, и в ноябре там календари есть, и календари, которые делятся на 7, на 8, на 6 дней. То есть масса огромных сведений, которые ставят некое недопонимание, а что же делать дальше. Но мы все равно обращаемся к сводным сведениям из разных наук. Если биология говорит о том, что 21 июня и даже биологические процессы в растениях на 21 июня идут быстрее, они, естественно, приводят к большему результату плодоношения или созревания семечки или еще чего-то, у людей абсолютно то же самое. Но вопрос, если мы рассмотрим волну, ну помним из математики синусоида, либо косинусоида, ну обычная волна наша, да? Ну понятно, что многим математикам могла не даваться, но я как педагог по математике и в школе работала, и в УЗИ, в среднеспециальном образовательном учреждении. Поэтому хлебнуть в математике мне в жизни досталось, хватило, но бог с ним, да? Напоминаю, то есть у нас есть верхняя точечка, точечка максимума, есть нижняя точечка, точечка минимума. Так вот, если 21 июня у нас точка максимума, где проявляется максимальная наша активность биологическая, физиологическая, энергоинформационная, потому что солнышко в этот момент, большое количество тепла, лучей. А лучи это что? Это волна, которая пронизывает всё и вся, и вызывает определённые реакции у нас в организме. Так вот, что же тогда точка минимума? Что это такое? И как она выглядит? То есть диаметрально противоположная точка, а это примерно Новый год, да? То есть это то время, когда мы собрались. Это называется точка уязвимости. То есть, грубо говоря, 21 июня – это точка силы, когда в законе, и всё, например, там сказанное, оно на вашей силе будет реализовываться. То есть это прорыв. Вот если вам нужен прорыв, вы 21 июня проговариваете все судьбоносные вещи, которые хотите, чтобы они пошли в реализацию, в материализацию. И они выстреливают. И они именно случаются так, как вам нужно. А что же делать в точке минимума? Как она работает? Точка минимума – это точка закатки программы. Вот смотрите, у вас же автономия, то есть вам нужно, чтобы на генетическом уровне происходила некая работа, которая будет приводить в правильную реакцию ваш организм. То есть, чтобы он мог зацепить свой потенциал, и тем самым вы могли быть в автономии. То есть, грубо говоря, нужно понимать, что несмотря на то, что у нас изменена физиология, этим дурдомным питанием, которое у нас было с детства, дыханием, да, потому что мы не дышим полным лёгким, мы не дышим животом, а дышать животом обязательно нужно, потому что лимфатическая капсула, которая у нас в брюшине находится, она стимулируется. И всё, что у нас относится к мунной системе, начинает действиаться, если мы дышим животом. Нет, мы все дышим животом. Это нужно знать. Когда мы в силу оттягивающей одежды перестаем жить, у нас неправильное житие, бытие в эмоциональном плане. Мы все зависим так или иначе от работы, потому что без финансов сейчас никто. Энергетика искорёженная с детства, ну, потому что много ещё чего, да, случалось, и мы реагировали на это. То есть по всем показателям у нас не очень. Так вот, чтобы это не очень исправить, мы можем в точке минимума, то есть вот в то время, когда мы сейчас с вами проживаем, проговорить некие программы, которые на генетическом уровне, либо исправят то, что уже есть сейчас, либо дорастят, то чего не хватает. Вот здесь я рекомендую сделать следующее. Каждый из вас возьмёт лист, напишет свои дефициты, ну, то есть то, чего не хватает. Второе, столбик либо строчку напишет, например, то, что хотелось бы убрать. То есть оно мешает, и в организме засело, или физиологии энергетики, и не даёт пойти в автономию. То есть вам вот что-то мешает, это как пятая нога собаки. Всё, выписали. И с этого момента у вас появляется возможность вычленить основную причину, которая приводит к этим всем следствиям. Потому что физиолог вам может сказать однозначно, что если у вас болит ухо, болит влага, болит горло, болит ещё что-то, это причина в правильном правообращении, которое идёт в голову. Вот и всё. Одна причина, в частности, то есть это и слепота, например, глаукома, катаракта, и с ушами танзелит, ларингит и вся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова